здравствуйте дорогие зрители моего канала все мои друзья и родственники сегодня 25 декабря зима я в своем городе в черкассе украина в парке химпоселок посмотрите сейчас наведу сейчас на парк покажу вам и кое-что может расскажу смотрите если было настоящая зима если бы был мороз то сейчас бы был бы такой легенький снежок а сейчас просто моросит такой дождик вот так у нас в парке плюсовая температура зеленеет трава единственное очень хорошо птицам они постоянно что-то там плюют под листочками это вам не снег они все еще такие толстенькие еще такие не худые постоянно что-то едят у них есть корм сейчас вот еще на виду посмотрите какая красота ворон ворон начался легенький такой снежок бы начался но сейчас дождь так вот практически прошел этот год для меня был можно сказать переломным сейчас все говорят о том что 2020 год будет переломным не знаю куда он будет ломать что она будет но для меня этот год был очень таким необычным конечно было очень много связано с болезнью саши и его практически таким вот ну выздоровлением от того состояния в котором он был котором было год назад когда я вообще встречала новый год 1 сидела за столом он болел не захотел вставать ну в общем вы знаете когда в семье есть кто-то больной то то жизнь совершенно подчинена каким-то другим совершенно правилам и даже не правилам и какому-то такому даже хаосу потому что ты не знаешь что ожидать в одну или в другую минуту в этом году он конечно не не раз лежал в больнице да и у меня здоровье прошлом году желала быть лучшим но не о здоровье а о том что все таки есть такие моменты и есть такие случаи и есть такие где-то но что-то можно такое найти которое действительно может поменять многое жизни у нас в этом году поменяла жизнь это во первых продукция канавей но первое что помогло саше это ударно-волновая терапия которую он сам нашел в интернете типа объявления типа реклама и мы очень благодарны зауру с шахидовичу врачу который сделал ему несколько этих процедур рано его практически сейчас уже зажила он может вставать потихоньку на ногу вот и сейчас мы даже планируем сделать ему возможно даже инвалидность потому что группу потому что оказывается у нас для того чтобы заказать протез если действительно мы это будем даже делать вот в свое время ну надо будет наверное это делать в начале вернее на следующий год то надо обязательно что была такая такая справка или что иначе иначе не принимают заказ или в общем что такое короче нужно пройти процедуры те которые необходимы процедуры процедуры имею ввиду документы вот это все оформлять вот это все нужно будет сейчас наверное делать что он там плюет смотреть я живу ну какая красота все-таки птица а это что-то они под этими под под листочками вот я конечно очень довольна своей поездкой за рубеж которую я произвела так сказать благодаря этой этой компании канавей я увидела и познакомилась не только с продукцией с новой возможностью я познакомилась с новыми людьми люди совершенно другие люди совершенно какие-то одержимы какой-то идеи какой-то целью я вообще по гороскопу огонь для меня что-то для меня зажечься загореться это ничего не стоит для меня какую-то идею если я какую-то идею я уже увидела я обязательно горю и после того как я уже горю 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 если даже я могу затухнуть то я уже хотя бы знаю это состояние ну короче я всегда пробую вот тут многие люди боятся пробовать а я все пробую пробую еду что-то покупаю на себе использую на себе практикую чтобы потом уже знать как оно и что вот я очень довольна что я этим летом ходила туда вот на площадку я очень много и очень много времени провела на площадке много познакомилась с хорошими людьми и людьми которые которым уже под 80 за 80 лет которые очень много работают над собой ходят на эти все занятия постоянно каждый день гонеры даже зимой ну я связи с тем что у меня немножко так с рукой получилось в этом автобусе я неудачно поднималась на ступеньках и немного так руку повредила себе руку сейчас даже держу камеру поддерживаю руку другой рукой левой потому что правое плече все-таки на весу немножко болит и поэтому мне растянуться часа ну пойду на эту площадку уйдущий идет ничего слава богу у нас как сказать у нас квартире тепло у нас небольшой домик у нас всего пол дома даже да он у пока что нам сашей вроде бы какие достаточно ему купили в этом году ноутбук он сидит теперь на кухне на ноутбуке там занимается для него это очень важно вот это интернетовские все эти дела там программы у него свой же канал на ю тубе и он по многу часов работает там что-то изучает что-то ковыряется в чем-то и это очень важно потому что он же перенес тоже инсульт прошлом году позапрошлым не в этом прошлом да вот поэтому для людей которые вот после такой болезни и мы очень важно и физическое упражнение вот но очень важно конечно заниматься и и умственной такой вот деятельностью вот то есть что-то изучать новое но всегда рекомендую таким людям изучать что-то новое даже стихи там песни что-то самому сочинять думать там ну у него с этим проблем нет то есть он не недостатка в этом нет поэтому он очень много этим всем занимается и это все делает вот и я очень рада я очень рада что это так получается конечно жить в одной в одном помещении пенсионером то пенсионеры прекрасно понимают как это нелегко если особенно мне когда по ему особенно наверно тоже не не менее особенно когда он практически не выходит из дому все время дома передвигается на коляске вот но или там на костылях или при помощи там такой штучки вот но тем не менее у него получается что если он занят если он занят чем-то то но это не есть дефицитом совсем дефицитом общения но тем не менее конечно люди люди у нас очень много друзей когда саша болел особенно мы ощутили вот эту поддержку друзей знакомых его бывших сотрудников когда были сейчас когда уже ему лучше ну то есть люди звонят спрашивают как мы говорим намного лучше и люди постепенно звонят меньше и меньше приходят вообще мало приходят вот как раз такие вот кто переживает или пережил вот такие моменты вы знаете насколько это важно поддержка поддержка друзей поддержка ваша на канале вот я очень рада что в свое время я даю и саша потом не отказались от предложение детей открыть канал на ю тубе все-таки общение на и общение даже скажем так на расстоянии или общение в ну не в жизни не на земле а как бы успе так быстро хотела сказать виртуальная или как бы такого плана вот она тоже это лучше чем никакого вот поэтому конечно приятно что вы пишете и спрашиваете интересуетесь и там даже даже кто-то поставил пальчик вниз это приятно смотрите какая трава сейчас звонила разговаривала с племянницей она приехала там это запорожской области она говорит там вообще даже одувальчики цветут ну тепло да сейчас я попробую на этой штучке попробую она мокрая правда вот это у меня не самое лучшее вот это была растяжка если у вас такая есть вот это вот вот там держишься руками аж за самую верхнюю вот так вот там я держусь и потом вот так вот тут спина и так чуть-чуть ногами чтобы носочками чуть-чуть притрагиваться очень хорошо растягивает позвоночник и меня не всегда было после этого очень хорошо я всегда приходила вот на это место но сейчас вряд ли наверное я попробую руку поднять попробую руку поднять и сделать это все-таки плечо конечно чувствуется и сейчас говорят когда вот такая получается ну растяжение то нужно наоборот побыть в покое но сейчас я уже руку поднимаю конечно попробую нет не получилось у меня получилось буду ждать уже летом может быть дать до лета конечно рука отойдет до не менее не ну побоялась я даже на чтобы не получилось еще большего растяжения а вот эти все штучки так пока знаете пока ничего не болит думаешь то что тут такого вот это крутить эти колесики эти все что хочу вам сказать что пока вот приседается нужно приседать пока наклоняется надо наклоняться вот сейчас даже отстаньте и попробуйте дотянет если вы скажем там ну я например дотянусь вот так дотянет если вы вот так сюда до земли не дотянете значит старайтесь дотянутся на клана на какие-то наклоны где-то какие-то присесты приспределить прискак при седания что-то такое нужно пока пока это все делается нужно делать потому что может наступить такой момент что ты думаешь то боже ну что я не могу от этого сделать вот я всегда ходила по для равновесия по этой бордюрки ну вот сейчас более-менее чем у а в начале когда начала ходить я даже не могла пройти по этому бордюрчику падаю и все заваливаю с какой-то какой-то стороны это что-то с чем-то в общем короче говоря физическое здоровье это имеет очень большое значение кто конечно очень много бегает ходит они как-то ну и им легче а вот мы сидим на месте вынуждены или просто по привычке и многие очень много просиживают просто так за рабочим столом вынуждены очень много сидеть вот оно же не движется ничего не движется в организме у него просто весна ведь даже даже голуби заигрывает вот заигрывает заигрывает вот а потом вот чем подольше должно быть такое заигрывание и в жизни тоже потому что он заигрывает заигрывает а потом ну естественно все взлетел и улетел и все а ты оставайся себе как хочешь да поэтому вот правильно делает убирают удирает от него и чем подольше этот процесс это у них тоже как называется конфетно как сейчас модно называет букетно-конфетный период да вот он должен длиться наверное ну чем подольше еще в этом году у меня большую роль сыграла в моей жизни наталья шпитальная она меня очень многому учила как работать в интернете я вроде бы как знаете в интернете и и но определенную работу могла выполнить я сама монтирую сама там какие-то фотографии какой-то чуть-чуть фотошоп могу чуть-чуть там обработать но очень много я не знала и когда мы начали обучаться на курсах которые назывались поток клиентов в инстаграм там было очень много таких заморочек что я бы эти курсы никогда не закончила если бы не наталья сначала она приходила ко мне домой мы пару раз там с ней позанимались потом оказывается оказывается но это такие все в онлайне можно выйти на мой экран на ее экран мы часто встречались с ней в скайпе она живет в харькове очень хороший человек она сыграла очень огромную роль моей моем каком-то ну может стать обучение как-то я действительно я поняла сколько я всего не знаю я и сейчас очень многого не знаю вот сейчас сколько курсов сейчас сколько обучающих программ сколько этих коучей или как их там назвать просто голова кругом идет от этого количества всякой информации и всякого такого что я его честно говоря и не собираюсь даже постигать почему потому что потому что если например взять этот сетевой маркетинг и если развивать себя таким образом как ну припустим даже научиться и сильно там все так супер пупер делать вот то где я найду таких людей которые тоже захотят как и я возможно я захочу тоже точно так же обучаться точно так же все это красиво делать все это выставлять и это будет очень тяжело мы раньше строили сетевой на на земле мы встречались на там по домам там на каких-то презентациях на какие-то презентация где-то там ну снимали офис иногда были такие периоды в нашей так сказать деятельности сетевой ну а сейчас получается что можно все это в интернете честно говоря я имею уже сколько лет ну я уже довольно таки взрослая уже давно на пенсии вот я считаю что даже то что я сейчас успеваю делать вот как я успеваю что я успеваю так я и буду делать поэтому угнаться мне за молодыми которые и в институтах обучались которые и память уже не совершенно другая и смыкалка другая взгляд на жизнь на все и может быть даже то что им и больше всего еще нужно в жизни я тоже это оцениваю потому что ну нельзя так уже знаете ну совсем впадать только в работу ну надо даже как-то так жить чтобы оставалось время и погулять и отдохнуть и просто подумать посидеть вообще ничего не делать иногда ничего не делать им могут даже какие-то мысли прийти хорошие вот потом я люблю играть на гитаре думаю что пока буду заниматься хотя у меня вот проблема действительно с рукой когда мой учитель узнал что у меня с рукой он сразу спрашивает какая рука я говорю правая но он тогда ничего не ответил хотела сказать а какое имеет значение правая или левая если она болит то она болит но дает она мне возможность играть конечно с перерывами люблю я это дело я как-то отвлекаюсь мне кажется что у каждого человека должно быть какое-то хобби то ли рыбалка то ли вышивание крестиком я вот недавно разговаривала с одной женщиной она вышивает оказывается она вышивает крестиком она говорит я могу до двух часов ночи вышивать потом говорит утром встала покушала и опять вышиваю и вышиваю и вышиваю ну я бы конечно вряд ли бы такое делала ну каждому каждому получается свое но у каждого мне кажется что это должно быть что-то такое какой-то хобби раньше я любила высаживать рассаду потом над этой рассадой ворковала там с февраля месяца потом эту рассаду в землю потом целое лето за этим всем ухаживала потом закатывали это все или что куда-то девали там эти все помидоры и огурцы и так дальше сейчас мне этого много так не нужно сейчас даже если уже там говорит родственница вот капуста типа не удалась мягкая но это квашеная вот я себе думаю слава богу что у меня нет этой капусты надо пошла головку купила на месяц нам с Сашей может и достаточно будет и пару раз уже даже пробовала вообще на рынке покупать готовую совершенно готовую капусту она стоит там 20-22 гривны килограмм это я на 4 на 6 гривен купила и мне с головой вот уже такой настаёт момент какое-то переосмысление как-то начинаешь задумываться стоит ли делать то что ты делал раньше возможно надо как-то потому что ну как-то жизнь меняется и действительно надо немножко себя поберечь я не знаю как вы на это на мою эту мои эти разговоры смотрите может кому-то и интересно послушать может уже кто-то давно конечно выключил вот ну а я так вот прошлась с вами в парке сейчас иду еще зайду в магазин ну и все праздник сегодня рождество католическое наши дети в Аргентине и в Ирландии две дочери и их семьи они там празднуют отмечают это рождество их не страны да что говорить и нашей стране сегодня в Украине уже сегодня выходной вот поэтому тоже вчера смотрю в магазинах людей больше чем всегда люди тоже покупают больше продуктов наверное будут ходить в гости или просто сами хотят что-то вкусненькое приготовить для семьи которая будет целый день дома чем-то же надо ее так сказать побаловать ну вот так так я уже мою пальто прям мокрое стало так еще дойду к этим что они там клюют иногда они клюют и нас там тоже на улице вот в одном месте вот в одном месте собираются и что-то там вот 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 я люблю птиц я так люблю у нас были да в этом году еще одно такое событие мы у нас уже нет курей вот я тоже пересмотрела этот момент покупаю теперь яйца вот решили что они нам не нужны потому что возле них тоже заботы много и все равно надо покупать корм и там снег зимой очищать к ним пробираться надо когда когда вьюха когда метель там такое наметало вот так что как раз очень кстати что я что мы приняли такое решение с Сашей что нам уже это хозяйство осталось у нас одна жуля так все будьте здоровы всего вам самого-самого при самого хорошего у нас в этом году новая елочка живая нам сосед подарил вот такую елку вернее это сосна но Саша решил ее немножко облагородить каким образом ветки очень такие широкие нет вот здесь вот нет вообще веток вот полметра нет вообще ни одной ветки ничего она голая стоит поэтому мне надо ее подтянуть вверх сюда для того чтобы хотя бы была видимость что она цельная что она красивая что это действительно новогодняя сосна действительно новогодняя елка все правильно молодец так и сделаем у нас уже есть правда это моей жене не нравится почему моей жене не нравится откуда я знаю почему а я сейчас скажу потому я смеюсь потому что эти все игрушки уже висели на елке и вдруг я выхожу на кухню почему я вам снимаю это все вдруг я выхожу на кухню смотрю тут она была украшена тут уже она не украшена ну два раза мы еще не украшали елку первый раз в жизни ну ничего страшного у нас зато всегда была елка или ну да искусственная а это у нас елка живая так посмотрим сейчас что с этого все получится о Саша уже начал украшать заканчивает уже не ну что еще есть игрушки конфеты ну еще и игрушки конфеты и блестяшки да 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 я уже конечно сейчас разленилась делать елочные игрушки хотя видите вот эту снежинку я делала три года наверное назад в общем не важно вот эту шишечку вот дам вот эту шишечку вот эту шишечку в общем короче и вот еще шишечка еще шишечка ага да это уж все меняется уже желание что-то такое делать конечно проходит ну ничего скоро у нас будет наступать новый год так что у нас елочка есть все у нас хорошо Хорошо.